Торжество не обошло стороной и дом семейного типа Натальи и Константина Кравцовых. Пара воспитывает семерых ребят. Старшему сыну 15, младшему 9. Из кухни уютного жилища доносятся аппетитные ароматы. К приготовлению праздничного ужина руку приложили все. Большая пушистая ель завлекает яркими огнями. Праздники у нас каникулы новогодние, поэтому мы собираемся идти на каток. Готовим стол, украшаем дом. Ну, всё как в каждой семье, наверное. Пишем письма Деду Морозу, ждём чуда. Надеемся, что оно исполнится. Не обошлось и без подарков. В гости к дружному семейству заглянули Дед Мороз со своей внучкой. Чтобы получить сладкий презент, обязателен волшебный ритуал – рассказать седобородому волшебнику стихотворение. Ребята с удовольствием прочли строчки про символ года – дракона, а после загадали заветное желание. Думаю, что у всех будет новогоднее настроение, много всяких мыслей, ждём подарков. Также помогаем маме, очень её все любим. Новый год – это классный праздник, который отмечает вся страна. На огонёк к Кравцовым с поздравлениями заглянула и администрация Ленинского района. Детей ждали компьютер, батут и гора сладостей. Не обошлось и бесполезных подарков – духового шкафа, робота-пылесоса и триммера. В ответ ребята вручили сувениры, сделанные своими руками, картины и фигурку дракона. После чайпите с тортом, приготовленным всеми членами семьи. В этом году удалось посетить все дома семейного типа и приют. И взрослые эмоции, они были почти как детские. Я всегда с удовольствием нахожу время поздравить детей, увидеть их улыбку, блеск в их глазах, ну и зарядиться позитивом и положительной энергетикой. Праздник в каждый дом. Благодаря волшебной акции тысячи детей Беларуси становятся немного счастливее. В наших силах оказать посильную помощь и подарить ребятам немного заботы и внимания.